Нам помощь ни к чему. Не бойся, добрый человек. Расправа наша будет скорой, и эти проходимцы уже не вернутся. Гляди-ка, Мельтон! Геральд! Собственной персоной. Здравствуй, Ведьмак. Идём. Мы приветствуем старого знакомого, как полагается. А вы не страшитесь, ибо скоро настанет конец главенству бесправедной. Я видел сообщение на доске объявлений. Видишь, Пальмирин, я был прав. Достаточно было пройти по следам убийцы Грифона из Белого сада. И вот, в конце концов, мы отыскали Геральта. Мельтон де Пейрак-Пейран и Пальмирин де Ланфаль. Рад видеть вас через столько лет. Уверяю, радость твоя взаимна. Прости, что принимаем тебя в таком месте. Когда мы оповестили старосту, что возьмём деревню под свою опеку, он предоставил нам это место для постоя. И уверял, что это лучшее жилище в деревне. Опять ввязались в авантюру. Мы открыли, что с тех пор, как Риданский гарнизон оставил эти места, местных крестьян терзает множество несчастье, из которых наибольшее – это тирания бандитов. Вскоре разбойники прибудут в деревню, дабы собрать дань. И мы с Мельтоном намерены оказать им приём. Мы оба поклялись восставать против несправедливости и угнетения. Тебя это дело, разумеется, не касается, но будь добр. Подожди нас, чтобы мы могли изложить тебе наше дело. После того, как справимся с разбойниками. То есть вы собираетесь выйти к бандитам и сразиться с ними? Польмирин сперва желает воззвать к их совести. Но мне кажется, что этого будет недостаточно. Это точно. Нужно дать им шанс. Ни раз и ни два бывало, что закоренелый грешник сходил с пути злодейства, выслушав слова осуждения. В этих краях такого не случается. Даже если они не внемлют моему внушению, мы будем знать, что сделали всё, что в наших силах. Будь по-вашему. Если Польмирина подведёт его риторика, я вам помогу. Замечательно. Значит, подождём прибытие разбойников. Едут! Едут! Слышите? Похоже, прибыли ваши разбойники. Так выйдем их поприветствовать. Все-все! Уталяй! Слушайте, нечестивцы! Это он нам! Я, Пальмерин Делонфаль, призываю вас к раскаиму. Смотритесь в ваши сердца. Или вы не видите, что они черны. Вот потеха. Ну дела. Не годится притеснять слабосильных и грабить их имущество. Сойдите с пути преступления, и мы оставим вас в покое. Ну ладно. Пошутили, посмеялись, а теперь валите отсюда. А то я сейчас терпение потеряю, а вы еще кое-чего. Не, погоди, Зон. Они такие потешные. Может, еще фокусы какие покажут? Эй, комедианты! А жонглировать умеете? Или так, чтобы один огнем дышал, а другой пергел, а? Благородный Пальмерин дал вам шанс, а я даю совет. Делайте, как он говорит. А то что? А то будете вы драться со странствующими рыцарями на службе княгини Тусента. Они такие, как вы, на завтрак с кашей едят. Их трое, а двое в железке закололи. Вернемся к попозже. Баба какая-то их прислала. Выходит, мы боимся баб из комарохов? А, оскорбили княгиню. Ай, нехорошо. Такого оскорбления мы не оставим безнаказанным. Клянусь саплей, вы заплатите за него собственной кровью. Во имя журавля к бою, негодяи. Что же они не выходят? Ведь все уже кончилось, мы одолели негодяев. Освободили деревню от угнетателей. А я вас предупреждал. Они боятся вас не меньше, чем бандитов. Так что на цветы и фанфары не рассчитывайте. Здесь не ту сент. А, правду говорят, что на севере даже благородный поступок обращается в ничто. Время возвращаться домой. И мы вернемся, друг. Пойдем, Геральт. Мы должны представить тебе наше послание. Ну, говорите, что вас привело. Мы должны передать тебе все послание от ее сиятельства, княгиня. Ибо традиция... Ибо традиция в Тусенте – это святое. Ясно. Благодетельный Геральт, усмиритель всяческой нечисти и чудовища, Кой на погибель безоружным по свету рыщут. Никогда еще не слыхали, чтобы отказал ты невинным своей помощи, А вдовам и сиротам спасения не дал. Прибудь же на нашего звания. Спаси нас от бестий, коя кровь проливает на улицах, Равно страх сея в сердцах состоятельных и убогих. Молит тебя о помощи Многомилостивая покровительница несчастного города. Ее сиятельство княгиня Анна Генриетта. Ответишь ли ты на зов? Анна Генриетта правда? Именно так и сказала? Вообще-то она сказала привезти мне ведьмака и быстро. Одна нога здесь, другая там. Только чтобы в этот раз приехал один. Остальное добавил княжеский церемониймейстер. Ну, сам знаешь. Да, я помню. От себя добавлю, что ты можешь ожидать щедрой оплаты. Но в вознаграждении уже сам разговаривай с ее сиятельством. Еще никто и никогда так горячо и так учтиво не убеждал меня принять заказ. И раз с официальной частью покончено, расскажите-ка об этой бестии. Речь идет о чудовище, так? Со всей уверенностью, хоть никто и никогда его как следует не видел. Находили только тела людей, умерщленных страшным образом. У нас есть рисунки, сделанные со слов людей, которые якобы видели бестию. Но все различаются. По-моему, все свидетели лгут. А сколько чудовища убило человек? Двоих. Едва ее сиятельство узнало о второй жертве, она отправила нас за тобой с обещанием наградить тебя землей и состоянием в золоте, если ты согласишься прибыть. Плохо дело, Геральт. Бестия неуловима. Говорят, она владеет черной магией. Убитые были людьми благородного происхождения. Облизится большой турнир. А откуда мысль, что бестия владеет черной магией? Первая жертва пропала из-за стола, накрытого к вечеру. Сотрапезники были заняты беседой, и только через минуту кто-то обратил внимание на открытое окно. Вскоре на улице раздались крики, поскольку обнаружили труп. С другим убитым была похожая история. Он сидел, заперевшись в комнате. По дому сновали слуги. Имение охраняло стража. Но бестия выволокла его как-то на городской рынок и там убила. Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал. Мы не боимся таких созданий, от которых защищают меч и панцирь. О бестии же ничего не известно. Кроме того, что она неуловима и убивает без труда и без видимой причины. На эту бестию уже охотились? Странствующие рыцари, например. Хм. Пробовали подманить чудовище, но ничего хорошего из этого не вышло. Бестия ловкая и умная. Избегает засад, нападает внезапно. Она как призрак. Нам нужен опытный следопыт и знаток чудовищ. Одним словом, ты. Вы упоминали о турнире. Почему княгиня его не отменила? Уже поздно, все гости прибыли. На арену выйдет свет рыцарства всех земель. Среди них родня императора. Бестия может представлять угрозу не только для подданных ее светлости. А если погибнет иноземный аристократ, будет скандал или дипломатический инцидент? А вот вспоминаю я все заказы, которые получил от коронованных особ и что-то не припомню, чтобы после них у меня была хорошая жизнь. Надеюсь, ты не собираешься отказаться? Нет, просто воспоминания нахлынули. Княгиня, как я помню, довольно требовательна. То есть ты принимаешь заказ? Великолепно. Нужно отправляться как можно скорее. Мы долго разыскивали тебя по большакам, а время не ждет. Я готов отправляться. А, значит, в Тусент. В Тусент. Тусент. Край вина и любви. Таким он мне и запомнился. Кое-что в Баклере успело измениться. Осмотрись при случае. Сам во всем убедишься. Как по мне, Баклер всегда был такой сказкой. Рыцари, эльфские дворцы. Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься. И в том клянусь я цаплей. Не заблужи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждет другое испытание. А если Геральт желает заняться бестией, пускай знает. Она напала снова. В излучине рядом с Куролиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они все не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гелева. И я сопровожу вас к княгине. Продолжение следует...